Классный гость у нас в студии Мила Карагичева, куратор бизнес-школы Дело в Тебе и Александр Лухович, выпускник этой школы. Доброе утро! Доброе утро! Дело в том, что в октябре стартует замечательная программа Дело в Тебе, это детища медиашколы. Оно создано, вот это все, не для взрослых, а именно для детей. Расскажите, Мила, нам о проекте в целом. Современная система образования, она вообще дает отличные, качественные, стандартные навыки и знания подросткам. И мы в медиашколе поставили перед собой амбициозную такую задачу, расширить вот эти вот стандартные рамки именно навыками жизни. Мы до этого лета, мы создали курс Дело в Тебе, это бизнес-школа для детей и подростков, где в игровой форме подростки получают необходимые навыки личной эффективности и вообще возможность реализовать самые амбициозные свои мечты. То есть это что-то жизненное, да? Не математика русский, а какие-то вещи. То, что пригодится, да, в реальной жизни, когда-нибудь просто. Да, точно, точно. И мы, получается, то, что с вами набиваем шишками вообще во взрослой жизни, это управление временем, управление деньгами, управление эмоциями, конфликтами, поведение в обществе. Это дети в игровой форме получают во время занятий. В течение нескольких занятий они начинают уже планировать свое время, там, составляют планеры, откладывают деньги на какие-то свои цели. И это все для них безопасно, так как у нас, у взрослых, есть какая-то система выживания, то есть необходимости какие-то. Конечно, риски, да, что-то потерять. Да, для них это безопасно, поэтому они это воспринимают как игру, намного легче, и это все очень успешно, в депозитарии опыта складывается еще в детском возрасте. Вы знаете, у нас когда-то, не так давно, была очень грамотная финансист, девочка в гостях, в «Хорошем утре», она сказала, что детям прививать вот это вот умение обращаться с деньгами нужно аж с пяти лет, просто в семье. Как вы считаете, вот такие знания вкладывать в детей нужно с какого возраста? Я солидарна абсолютно с коллегой и с финансистом, потому что у меня сыну три с половиной года, он уже играет в свое собственное кафе, и уже у нас какая-то система мотивации придумана, он привыкает к этому действительно с рождения. Я бы так сказала, что это язык, чем раньше начнешь английский язык, допустим, какой-то иностранный, в принципе, изучать, тем ближе ты становишься к этой культуре, язык более заточен становится под акценты, поэтому я тоже солидарна, что чем раньше, тем лучше. Я так рада, прям, знаете, новый этап какой-то в жизни. Ну, на самом деле, так и есть, потому что в нашей стране это не совсем принято было, а, допустим, в европейских странах в школе преподают такие вещи, как, допустим, как снять квартиру в аренду, как накопить деньги, куда инвестировать, такие вопросы, которые нужно рассказывать, разъяснять детям. Вот интересно мнение участника послушать. Саш, как тебе вообще? Сложно ли это? Круто было? Очень круто. То есть я стал понимать некоторые вещи, которые не понимал до этого. Какие, например? Опять же, как правильно распоряжаться своим временем, куда, что стоит записывать, чтобы понимать, что и зачем ты делаешь. Сань, расскажи какие-то свои. Расскажи, как ты записываешь. У меня очень-очень крутой проект во время бизнес-школы родился. Вот если бы он рассказал бы, мне кажется, это было очень-очень круто. Если бы он рассказал, было бы классно. По порядку. Поехали. Чтобы начать записывать свои финансы, действия, нужно минимальное количество еще и ручка, и блокнот. Все. Окей, это мы найдем. Да. Звучит просто, на самом деле сложнее, потому что надо записывать, записывать, записывать. Все. То есть что бы ты ни делал с финансовой точки зрения, ты записываешь. И под конец первой, второй, третьей недели приходит понимание, куда уходят деньги, и как ты мог их по-другому распределить. А про проект, ну, он у меня появился после посещения одного завода, который использовал систему Кайдзен. Это что такое? Сейчас объясню. У нас экскурсии были во время занятий, мы на бизнес-предприятии ездили с ребятами. Вот после одного из занятий. Пришло вдохновение. Сань, такой завод. Более-менее. Завод, так. Приехал на завод. Приехал на завод, и на заводе практиковалась система Кайдзен. Кайдзен – это японская система, разработанная относительно недавно, благодаря которой ты можешь понять, как правильно улучшить и объяснить работу или практически любое действие. То есть в коллективе, предположим, есть несколько работников. И они подходят к своему начальнику и говорят, как им лучше работать, чтобы увеличить свою работоспособность. Это вот элементарное объяснение системы Кайдзен. И мой проект заключался в том, чтобы ввести его в образование. К примеру, есть Вася и Петя. И у Васи не очень хорошо с математикой. Он получил по ней плохую оценку. Он подходит к Пете и просит его объяснить. По достижению каких-то результатов Вася передает свою контрольную работу и получает по ней еще одну оценку, более положительную. В приложении или на сайте Вася оценивает работу Пети и в конце месяца или недели Петя получает очень хорошую оценку, пятерку, по тому же самому предмету. То есть благодаря систему дети, ученики, сами улучшают свои результаты. Вася улучшил благодаря Пете, а Петя улучшил благодаря Васе. Вот и все. Принцип постоянного совершенствования заложен в философии Кэзи. Это очень круто. То есть после этого проекта реально возникает желание что-то создавать, строить что-то новое, свое и продвигать. На самом деле это очень здорово. Напоминаем, что в октябре стартует курс «Дело в тебе». Если вдруг что-то пропустили, заходите на сайт нашего телеканала. Обязательно заходите, потому что это интервью было потрясающе. Ну правда, это невероятно. Кубань24.тв, если не забыли адрес нашего сайта. Прямо сейчас у нас те, кого уже стоит обучать и отдавать им все свои знания. Кто это? Кто это? Давай три, четыре, давай. Шустрики! Вместе с вами.